Продолжение следует... Что здание, в котором находится краевая библиотека, построил мой прадедушка в ортопед города Артвина Теркарпо-дер-Лугян. Это была армянская католическая гимназия в городе Краснодаре, причем построил он ее не когда-нибудь, а уже после Октябрьской революции. Такое фантастическое совершенно достижение, представьте себе, когда в 20-е годы разрушаются везде церкви, в Краснодаре строят католическую гимназию и церковь. Он одновременно с ним объясняется. В общем, таким вполне вероятным, но, наверное, для семьи и для всей страны неприятным фактом, что мой прадед в ортопед Дер-Лугян скрывал у себя в подвале когда-то Иосифа Сталина. В 1901 году, поскольку Артвин входил в Батумский округ, Сталин, как известно, свою первую и провалившуюся забастовку среди портовиков устраивал в Батуме, после чего его несколько месяцев искала полиция. Это я проверял потом по хронике жизни Сталина. И он действительно где-то скрывался. Вполне вероятно, что он скрывался в армянском городе Артвин, это 90 верст от Батума. Тер-Карапет Дер-Лугян учился в Европе. У него прозвище, как одна бабушка, потом я уже только понял, одна говорила, ой, сыночек, ты потомок Тер-Карпо, наш красный поп. Я только позже начал понимать, что означало красный поп. Он, видимо, действительно набрался всевозможных социалистических и народнических идей, пока учился в Европе. Особенно, конечно, обидно, потому что в конце концов его арестовали как Дашнака, хотя он был генчаком, большим противником Дашнаков. Он привез большую библиотеку в Артвин и принимал у себя всех заезжих иностранных умных людей. В том числе он довольно часто прятал у себя, видимо, беглых революционеров. Так получилось, что среди них был и Сосо Джугашвили. Где-то в начале 20-х годов Тер-Карпо-Дир-Лугян поехал в Москву и вернулся оттуда с фотографией, где сидел в своей форме священника, рядом со Сталиным, который был в своей сталинской форме. Они сидели на садовой скамейке, довольно так близко друг от друга и очень мирно разговаривали. Эта фотография, видимо, произвела такое колоссальное впечатление на местное начальство в городе Краснодаре, что армянскую церковь там не закрыли. Ее закрыли уже гораздо позже, в конце 30-х годов. Говорят, приехал Каганович, посмотрел из окна Крайкома партии прямо через дорогу, а на фронтоне армянской школы, конечно, был барельеф с армянским алфавитом Айн, Пен, Ким. Он посмотрел, будучи евреем, конечно, он понял, что это не русские буквы, но явно тоже не иудейские. Это что такое? Армянская школа. На что, говорит, Каганович сказал, что армянская школа делает на территории Российской Федерации. В этой бывшей армянской школе, ставшей библиотекой имени Пушкина, я с моим опытом африканиста начал читать все, что я мог найти про черкесов. Это были некоторые брошюры дореволюционные, это были какие-то переиздания, в основном 1920-х годов, записок западных искателей приключений, которые посещали Черкесию во время Кавказской войны в 1830-е, в 40-е, в 50-е годы. И это была, конечно, куча всевозможных диссертаций с такими зануднейшими названиями, как руководящая роль партийной организации Адыгейской автономной области в развитии народного образования в годы 8-й пятилетки. Я честно проработал даже это. И надо сказать, что кое-какую полезную информацию я выудил даже оттуда. Я проработал залежи литературного альманаха Кубани, где печатались наши адыгейские письменники. Возможно, я читал их романы, пытался понять, какие сюжеты они выбирают, потому что все-таки с одной стороны им надо было встраиваться в советский литературный мейнстрим, но им как бы хотелось, чтобы их признали и у себя на родине. Какие сюжеты они выбирали? И выяснялась масса поражавших меня совершенно вещей. Например, что сегодня все водители и тем более милиционеры в Российской Федерации знают, что на номерных знаках автомобилей Адыгея значится как регион 0-1. Это первый регион в России. Ну, может быть, просто потому, что Адыгея идет первой по алфавиту среди регионов Российской Федерации. Но, оказывается, в 1930 году Адыгея стала первой областью во всем Советском Союзе сплошной коллективизацией. То есть, первая коллективизация победила полностью, как была коллективизирована Адыгея. Как это получилось? Мне в этот момент, где-то 27-28, и вот я начинаю ходить и искать каких-то стариков и расспрашивать их, кто-то что-то помнит, вот как это у вас получилось? Говорят, о, сынок, это же наша Хангирейх Акурата. Кем был Шангирейх Акурата? Меня заинтересовал вопрос, откуда берутся вообще коммунисты среди черкесов? Кем были коммунисты? Было очень немодное в тот момент дело, потому что все это перестройка. Статуи советских руководителей не извергают с пьедесталов. Оказывается, что Акурата был вторым коммунистическим лидером Адыгеи. Первым был еще более незаурядный человек, которого звали Мос Шовгенов. Это была такая археологически-детективная работа. Я собирал куски какой-то информации, буквально обмолвки где-то, сопоставлял. Например, Мос Шовгенов, выдающийся борец за советскую власть на Кавказе, родился в ауле Шовгеновске, естественно. Конечно, как Ленин, родился в Ульяновске. Как назывался Шовгеновск раньше? Назывался он аул Шашифэш. Шашифэш находится рядом с городом Армавира. Извините, я буду немножко ответвляться, но, как говорил Фазиль Искандер, на Кавказе все хорошие истории имеют тенденцию ветвиться. Шашифэш в переводе с адыгейского означает «выкупленные головы». То есть, это аул бывших рабов, которые выкупили свои головы или хозяева их выкупили. Этот аул был построен при армянском городе Армавире. Но эти армяне, это тоже очень специфические армяне. Так называемые черкеса Гайя. Это люди, которые считали себя армянами, но они жили уже много столетий среди черкесов. Они абсолютно не могли говорить по-армянски. Они давно женились на черкешенках. Они ходили в черкесках с кинжалами, с шашками. Они приравнивались к дворянам второй категории по черкесской иерархии рангов. Но при этом упорно себя считали христианами, не имея никаких церквей, никаких священников. Как описывает один русский поп, который туда попал в 1830-е годы, к своему ужасу, он наблюдал, как с радостью его приветствовали. Говорит, вы христианин, мы тоже христиане. Скакивает на крышу своей плоской сакли этот армянин, хватает шашку, по ней начинает колотить кинжалом. Это имитирует, оказывается, колокольный звон. Он всех собирает помолиться армян. Этот армянин назывался Ерецпохан. Глава церковной общины. Русское командование этих армян, в конце концов, сумело перетащить на свою сторону. Их использовали как разведчиков в Кавказской войне. Для них специально был построен город Армавир. Более того, для них специально приказом командующего по Кавказской линии были выведены девки-армянки из Новой Нахичевани, то есть из пригорода Ростова. Чтобы их переженить, прислали им армянских попов. Их, в конце концов, научили говорить по-армянски опять. У какого-то из этих армавирских армян была лавка. В этой лавке служил мост Шовгенов. Молодой. Он, видимо, из семьи бывших крепостных или рабов этого армянского семейства. Там, в этой лавке, мост Шовгенов научился грамоте. И дальше происходит очень интересная штука, о которой советские авторы не знали в своих полубогословских биографиях великих деятелей революции. Не знали, как писать. Шовгенов уехал в Америку. Он в 1890-х годах, три года он работал в Чикаго. Выучил английский. И вернулся, как сегодня бы сказали, эксклюзивным дистрибьютором. Он представлял фирму Зингер, которая делала швейные машинки. Он ходил по аулам, продавал и ремонтировал эти машинки. Был мастер по обслуживанию швейных машинок Зингер. Великий австрийский и впоследствии британский историк Эрик Хобсбаум среди своих многих монографий написал маленький рассказ. Он называется «Политизированные сапожники». Хобсбаум заметил такую штуку, что огромное количество лидеров анархистов, коммунистов, социалистов, националистов и разных политических движений в Европе 19 века, Италия, Испания, Норвегия, это сапожники. У него вставал вопрос, почему сапожники? Потому что сапожник работает в основном с бедными людьми, к нему приходят отремонтировать обувь, потому что нет денег купить новую. Он сидит, ремонтирует, слушает всевозможные истории про тяжелую жизнь. На него со всех сторон замкнуто огромное количество человеческих каких-то траекторий, личных судеб. При этом очень часто сапожник странствующий персонаж, потому что сапожник не может найти достаточно клиентов в одном селе, и он переходит из села в село, вот он так постепенно ходит по всей округе. Он знает всех, его знают тоже все. Это такой неформальный лидер, при этом он сапожник. Он не поп, он не начальник какой-нибудь, он не учитель даже. Он просто сапожник. Но вот он один из наиболее ярких представителей и организаторов этого народа. Вот таким же становится мастер по ремонту швейных машинок Мос Шовгенов. Тут вам сразу модный гендерный элемент к этому, потому что швейными машинками пользуются женщины. Мос женился на очень незаурядной, судя по всему, женщине. Это была молодая черкешенка по имени Гошевнай. Она бежала, судя по всему, от родителей. Она ушла с этим безродным... Конечно же, все прекрасно помнили, что он сын рабов. Оба начали писать какие-то истории из тяжелой народной жизни, которые публиковались в дореволюционных газетах разных того времени, таких интеллигентских изданиях. И вот в 1917 году и Мос, и Гошевнай становятся комиссарами на Северном Кавказе. Они погибли жуткой смертью. Мы это часто сегодня тоже забываем. И советская, кстати, пропаганда об этом говорила как-то очень вскользко. Бешеные репрессии, реакции. В сентябре 1918 года денекенцы взяли Майкоп. Там было население 8 тысяч человек. Ну, плюс довольно много тогда, видимо, также было беженцев и раненых. Уже началась гражданская война. Может быть, там было 15-16 тысяч человек. Но вот за три дня они зарубили шашками, забили шампалами 3 тысячи человек. Моса и Гошевнай Шовгенову вывели просто в поле, в конце концов, после жутких пыток. И на них тренировались в конной рубке. Мало кто выжил из вот этого первого поколения. Их нельзя назвать, кстати, большевиками. Там очень интересная деталь, которую, извините, забыл упомянуть. Мос Шовгенов по официальным биографиям член РСДРП с 1903 года. Стоит вопрос. 1903 год? Какая в 1903 году РСДРП в ауле где-то на Кавказе? На самом деле он, конечно, был членом украинской революционной партии. УРП, которую создали два брата всего-навсего, братья Заема, которые работали на железной дороге. Ну вот были такие, приехавшие с Украины два громотея железнодорожника, которым захаживал в гости, беседовал с ними, пил чай, потолковал о политике и науке. Вот этот молодой черкес. А с другой стороны они переписывались с народным учителем Симоном Петлюрой с Украины. Вот такие очень сложные и не всегда очевидные связи. Вернемся к тому, как в Адыгее первой произошла коллективизация. Шахан Гирейх Акураты был всего-навсего фельдшером из знаменитого теперь поместья Абрау-Дюрсу. Он выжил, потому что, видимо, он не занимался никакой политической деятельностью во время Гражданской войны. Ну где-то вот в 20-м, в 21-м году возвращаются большевики на Северный Кавказ. Им отчаянно надо найти какую-то базу в местных обществах. Появляется этот фельдшер, который для черкесов стал такой отец родной. Как Бенедикт Андерсон, когда ему рассказывал эти истории, он его предложил назвать Красный Раджа. Несколько историй про Хаккураты. Приходили женщины, которых бил муж. Он говорил, хорошо, уезжай от своего мужа, вот тебе билет в софт-портшколу, вернешься, станешь комиссаром. Почему женщины становились комиссарами? Только намного позднее, уже в Америке, я прочел замечательную книжку Дага Масси «Суррогатный пролетариат». О том, как в Центральной Азии женщины играли роль такого суррогата-пролетариата, когда не могли найти опору в традиционных обществах. Женщины, отвергнутые в этих традиционных обществах, очень часто становились коммунистками. Это давало им какой-то статус, власть, и вот они возвращались в свое общество и начинали его ломать, потому что они были отвержены уже в этом обществе. Что Хаккурат и сделал в 29-м году? Он собрал потихоньку, пользуясь своим авторитетом, он собрал стариков из аулов и сказал им, так, вот у меня тут есть приказ, надо всем собираться в колхозы. Приказ из Москвы, у нас нет выбора. Посмотрите, что за Кубанию сделали с казаками. Вышлют так же, как выслали казаков. Вы знаете, что русские с этими вещами совершенно не шутят. Закивали тогда головами все эти аксакалы, сказали, что да, тут либо надо в Турцию выселяться, но это не 19-й век, наверное, Советский Союз бы и не разрешил бы мы в Турцию выселиться. Там было понятно, что только в Сибирь собрали людей в своих селах, и вот это сила народного убеждения. Буквально в течение месяца Адыгея стала первой областью сплошной коллективизации в Советском Союзе. Очень интересно, что в соседней, скажем, Абхазии все было ровно наоборот. Там, благодаря тому, что Нестор Лакоба хорошо знал Сталина и дружил с ним, коллективизация затянулась до 1937-го, когда Лакобу уже отравили в Тбилиси, видимо, по приказу Лаврентия Берия. Другой путь формирования большевиков на Северном Кавказе из-за бреков. Скажем, откуда берется Нестор Лакоба или только позднее я понял, скажем, что очень любимая нами всеми в МГУ преподаватель истории стран Ближнего и Среднего Востока Фериде Устафьевна Атсамба. Ну, вы понимали, что какая-то мусульманка, но она абхазская, причем абхазская из очень необычной абхазской группы, из беженцев, которые ушли от русского завоевания в 1860-е годы из Абхазии. Они думали, что они переселяются в Турцию, в Батуми, но в 1878 году во время очередной войны и Батуми стал территорией Российской империи, и вот так это оказались аджарские абхазцы. То есть, если кто помнит, конечно, знаменитый рассказ Фазилии Скандера, аджария это Абхазия, вот здесь вот уже полностью все запутано, да, то есть это абхазцы из аджарии. Более того, ее отец Мустафа Атсамба был одним из руководителей коммунистического движения. Как это началось? Там вспоминают очень просто, что в 1905 году во время русской революции несколько пьяных солдат из ближайшего гарнизона пришли с гармошкой в село и начали задираться к женщинам, приглашать их там потанцевать с собой. В селе был траур и не было мужчин, потому что, вы представляете, какие у абхазов похороны, умер один из уважаемых стариков и его хоронили на мусульманском кладбище за кукурузным полем. Мальчишка какой-то побежал через кукурузное поле, привел мужчин, сказал, что в селе тут тем временем бузят солдаты пьяные. Прибежал Мустафа Атсамба, с каким-то из солдат подрался, набил ему морду и порвал его гармошку. На следующий день солдаты вернулись с подкреплением из гарнизона. У них было оружие. Это 1905 год. Солдаты потеряли дисциплину. У них было оружие, они начали стрелять, абхазы начали отстреливаться, было уже несколько убитых, маленького ребенка в какой-то семье убили. Пришел карательный отряд во главе с офицером и надо было наказать кого-то. Таким наказанным стал Мустафа Атсамба. Его отправили в Сибирь. В Сибири, видимо, чтобы выжить, чтобы психологически найти какую-то опору. Абхазов там не было, может быть, не было даже других мусульман. Он примкнул к большевикам и возвращается в 1917 году уже известным абреком. Это тоже та же самая история, как с Нестором Лакобой, массой других руководителей на Кавказе. То есть это абреки, которые стали коммунистами. В Корнальдском университете в Америке уже продолжал заниматься тем же самым, что и в Краснодаре. Выработал навыки и даже некий такой вкус к перечитыванию между строк советской официальной литературы. Изданная в 1955 году книжка «Материалы и документы» к 50-летию Первой русской революции на территории Юго-Осетинской автономной области. Издана в Сталине, то есть в Нестором Цхинвале. Какие столкновения там описываются? В городе Горе, в каком-то Духане, кутил грузинский князь. Картинка из Перосмания. Но этот легкий образ жизни должен был иметь за собой какую-то политэкономию. На этом я всегда настаиваю. Кто-то должен платить за эти кутежи этого князя. Платят его крестьяне в селе, которое его отец получил в 1860-е годы. Пословно, поземельная комиссия наделила его отца, который служил в царской армии в 19 веке, воевал с турками, воевал с черкесами. Его наделили землей, какими-то там крестьянами, которые сейчас уже лично свободны, но продолжают платить выкупные платежи своему барину. Раз в год этот барин ездит в горы. Особенность только в том, что барин грузин, а крестьяне осетин. Вот он приезжает в село. Там начинает требовать этих выкупов крестьянам, как везде по всей Российской империи. Они уже второе и третье поколение платят эти выкупы. Им это, конечно, страшно, уже давно все надоело. Но тут, наконец, в 1905 году возникла возможность отказаться. Они отказались. Князь обиделся. Князь обиделся и в сердцах ударил на гайкой, сидя на коне, ударил на гайкой пожилую женщину. Когда князь спускался по горной извилистой дорожке, кто-то сверху с обрыва ему бурку на голову накинули. И здорово его так поколошматил, устроили ему темную. Князь спускается в горе и, конечно, куда направляется? В полицейский участок. В полицейском участке сидит русский офицер, который ему объясняет, что вообще-то в стране революция, и у него вообще только три казака на весь уезд. Тогда князь идет в Духан. И в этом Духане каких-то собирают своих собутыльников и возвращаются они в село проучить этих осетинских крестинок. На этот раз все заканчивается уже перестрелкой и поножовщиной. Уже пролита кровь. Проходит опять несколько месяцев, пока российская власть. Более-менее пришла в себя после революции 1905 года. Опять военно-полевой суд. Опять кого-то из этих осетин высылают в Сибирь. И возвращаются они, конечно, в 1917 году большевиками. Для почевания большевики тоже очень понятно, потому что грузинское правительство к тому времени меньшевистское. И когда меньшевистское правительство пытается, в общем, очень прогрессивно, надо сказать, провести свою земельную реформу, осетины к этому относятся как к покушению на их село. И возникает восстание, трагические совершенно события. Это тот был момент, когда я понял, что чего не замечали советские историки, если только не говорили о земельном голоде, как несчастье дореволюционного крестьянства. Чего не замечают все эмигрантские авторы. Чего не замечают нынешние все националисты, которые рассуждают об этнических конфликтах и их долгих корнях. Это демографическая динамика. Насколько выросло население на Кавказе где-то с середины 19 века по 17-18 год. Скажем, Кубанская войсковая область, там было 150 тысяч казаков. Ну, конечно, с притоком всех этих крестьян из центральных областей России. В 1913 году полтора миллиона земли, где возьмешь нам всех. А там уже и молдаване, и греки селятся же, да вы знаете, в Краснодарский край заселяют, в будущий Краснодарский край заселяется очень много разного населения колонистов. То же самое прекрасно описывает Степан Лесициан в своей работе 1920-х годов «Армянина горного Карабаха». Что, скажем, в 18 веке население было очень маленькое в Карабахе. Были очаги армянского населения. И были тоже не массивы, а были подвижные кочевые очаги стойбища тюркского населения. Когда ходили вверх и вниз по горе, значит, каждый год гоняли свой скот. А где-то к началу 20 века уже столько, в общем-то, этих тюрок и столько армян, что армяне практически сомкнули свои сады, огороды где-то. И каждый раз, когда идет там атара какого-нибудь скота, овец этих тюрок, очень часто, и никто этого не замечает, это заканчивается мирно. То есть тюрки продают там мацун, какие-то йогурты, шкуры, выменивают у армян там на сушеные фрукты. А могло кончиться и хуже. Значит, по травой посевов армяне обижаются, значит, скандал с этими тюрками, люди хватаются за оружие, значит, эти тюрки вспоминают, да здесь вообще мой прадед еще пас свои атары. Вот откуда, значит, тут вдруг возникло ваше кукурузное поле. То же самое в Абхазии. У нас масса таких историй, на которые, в общем, не обращать внимания, они слишком обыденные. Так называемые этнические конфликты начала 20 века, вот резня 1905-1918-20-х годов, я стал понимать тогда глубоко обусловленной демографической динамикой. То есть в большинстве областей Кавказа фиксируется рост в 3-4-5, в некоторых областях, как на Кубани, десятикратный рост населения. Да, значит, посмотрите просто динамику населения Еревана. Вот это район, вот Араратская долина, Ереван, Эчмиадзин. Посмотрите, опять же, на карты расселения. Вот что происходит с миграцией сюда Малакан и Духоборов, с вынуждением миграции. Вот их переселяют на каторгу сюда. Но сколько сегодня даже самих Малакан здесь, я спрашиваю в Ереване, они же не понимают этого, что они составляли едва не половину населения Карской области. Их было почти 500 тысяч на Кавказе. Вот, значительная часть здесь в Армении. Большая часть района между Сиваном и Ереваном была соселена русскими Малаканами. Вот, в тот момент. Это не только, говорим не только о тюрках, и когда говорят о тюрках, это не обязательно азербайджанцы. Вот, многие из этих людей станут или не станут азербайджанцами, еще непонятно. Многие из них могли быть там персами, курдами. Это мусульмане. Значит, меня очень стал интересовать тогда вопрос исторической демографии здесь. Косвенно можно только этим заниматься, потому что до XIX века у нас нет никаких данных. Откуда данные берутся, если есть перепись населения. Ну, кое-какие переписи персидские населения у нас есть по Еревану до его взятия русскими. Ну, в общем, у нас нет никаких данных. Что остается? Ну, какие-то косвенные данные. И вот здесь я сейчас вам быстро расскажу свою любимую историю про кукурузу, винтовки и горы, как формулу производства демократии. Как-то пришлось слышать на российском радио выступление какого-то повара из Узбекистана. Удивительно умный человек. Он рассказывал про различные узбекские рецепты. Потом его ведущий очень наивно спросил, ну, а что же, традиционные какие-нибудь, самые исконно старинные, расскажите нам что-нибудь такое. Что этот повар сказал? Да даже не знаю. Говорит, что они 200 лет могли готовить? Ни помидор, ничего же у них не было, было только мясо и рис. Давайте задумаемся, что готовили грузины 200 или 300 лет назад. Помидоры, лобио, то есть фасоль, вот эти вот сорта фасоль, которые используются сегодня. Стручковой перец чили. Можно долго довольно перечислять. Ну и, конечно, кукуруза. Это все американские индейские культуры. Подсолнечник, там, тыквы. Это длинный список. Но самое из них главное, на самом деле, это кукуруза. О чем свидетельствуют ее удивительные названия. По-армянски кукуруза называется египетская пшеница. Это не потому, что ее привезли из Египта. Это потому, что Египет, это мифическая страна изобилия. Там все вот такое. Это потому, что в Древнем Риме мозаики на полах делались, в мозаиках изобрали крокодилов каких-нибудь, которые, конечно, в Кибре, в Италии не водились. Потому что это мифическая страна Египет, где все огромное. Это Африка. Очень характерно название кукурузы у адыгских народов. Там зависит от диалекта. По-кабардински это будет нартыф или нартув, а по-черкесски, по-адыгейски нартыф. Это от слова нарт. Нарты. Богатыри. Легендарные блинные богатыри. Это зерно богатырей. Это хлеб богатырей. Богатырская пища. Она в три раза производительнее традиционного проса. У чеченцев очень интересно называется. Дословно можно перевести как хлеб хаджи. То есть, кто-то принес из хаджи. Видимо, действительно распространялся через святых людей. Мы ничего не знаем про распространение кукурузы на Кавказе. Но мы прекрасно знаем про распространение кукурузы в Африке. Туда ее завезли португальцы. В Анголу. И кукуруза позволила племенам Банту в 16-17 веке мощно двинуться в саванну, потому что она засухоустойчивая, урожайная. С кукурузой можно было, это политэкономия традиционных обществ, производить в три раза больше продовольствия. И кормить в три раза больше людей. Либо в три раза меньше работать. В данном случае народы Банту, скажем, колонизуют саванну. Первое использование кукурузы в Старом Свете, когда ее только испанцы и португальцы начинают вывозить из Центральной Америки, как думаете, где? Южный Китай. Китайцы первыми сообразили, что рис, который не растет на верхушках холмов, можно заменить кукурузой. И можно прокормить массу населения. Можно двигаться вверх на верхушке холмов, куда нельзя провести воду. Там нельзя сделать рисовое поле. Мой великий учитель, Уильям Макнил, был разведчиком во время Второй мировой войны на Балканах. Его забрасывали в тыл к немцам, потом, когда шла гражданская война в Греции. И он рассказывает такую очень интересную штуку, что, знаешь, где группировались коммунисты в 1945-1946 году? В Греции, в Албании, во многих районах Сербии, Косово. А коммунистические отряды были в типичных кукурузных деревнях. Потому что, вообще-то, Балканы населены, конечно, со времен архаической Греции и раньше. Все удобные места для деревень там давным-давно вспаханы, заняты культурный слой археологическим и вот такой многометровый. Но это деревни, обусловленные сельским хозяйством на основе винограда, оливок и пшеницы. А кукуруза позволяла выживать в еще более суровых местах, потому что, даже если она не уродится, то все равно настолько обильный злак, что все равно какую-то муку можно из нее сделать, можно перетереть, на зиму хватит. Кто уходил в горы? Сумферов, всевозможные разбойники, бандиты и люди, повздорившие с турецкой администрацией на Балканах в 18 веке. Мы знаем, что идет рост населения. Что значит рост населения? Люди либо уходят в города, в Стамбул куда-нибудь, в Салонику, либо они уходят вверх по склону, на верхушку горы и основывают там новые деревни. Вот это коммунистические кукурузные деревни на Балканах. Мы не имеем никаких таких данных по Северному Кавказу. Однако я абсолютно убежден, что что-то подобное должно было происходить здесь. Есть масса косвенных данных о том, что где-то в конце 17-18 веке начинается мощное движение с гор вниз. Людей много становится. А с другой стороны внизу уже нет той былой татарской конницы, которая господствовала в степи где-то до 18 века. До конца 17-18 века. Все еще очень опасно выходить в степи. Но по-прежнему работорговля идет с Кавказа и во многом, я думаю, работорговля объясняется просто тем, что людей намного больше. Масса у нас свидетельств о том, что детей часто продавали в рабство. Оправдывая это тем, что дочку сейчас продадим туркам в рабство, но может быть она матерью следующего султана станет. Бывает же такое. Возьмут ее в гарем куда-нибудь. Она же красавица. А остальных детей мы, по крайней мере, после этого прокормим. Оденем обуем на вырученные деньги. Но больше всего, я думаю, просто воровали, конечно, детей для продажи в рабство. Вот этих знаменитых черкесских невольников, которых так ценили на ближневосточных рынках. И вот здесь я перехожу от кукурузы к винтовкам. Это вторая очень важная составляющая истории про Северный Кавказ. Меня очень интересовал такой вопрос. Сколько стоило это оружие? В музеях, конечно, выставлены шашки, но они как изделия искусства выставлены. И выставлены, как я понимаю, совсем не те сабли, которыми на самом деле пользовались. Выжило больше всего сувенирных образцов, которые использовались для парадных каких-то представительских выходов, как дипломатические подарки. А не те шашки, которыми реально рубились в бою. Те большей частью не дошли до наших дней. Их когда-то потеряли, сломали, переплавили. Тем более те ружья. Я очень благодарен замечательной работе художественной работницы Аства Цатурян, работающей в Москве в государственном историческом музее, с которым я лично не знаком. Вот ее работа «Оружие народов Кавказа» — это блеск. Потому что она дословно там пересказывает источник, она очень четко показывает, как это делалось. Я, наконец, понял технологию этого изготовления. Откуда завозились заготовки. Потому что на Кавказе не только металла маловато, но гораздо хуже на Кавказе, судя по всему, с топливом. Потому что металлургическое производство, политэкономы, которые изучают первую индустриализацию в Англии, и почему она не произошла в Китае, где она могла произойти, указывают как раз на отсутствие достаточного топлива в Китае. Уголь есть, но он низкокачественный и довольно глубоко и далеко. А вот в Англии прекрасный антрацит прямо в Корнуэле. Был, и вот она вам, индустриальная английская революция. На Кавказе было, видимо, мало топлива, и поэтому железо было лучше завозить в готовом виде, в виде клинков. Скажем, Семилетняя война заканчивается в 1763 году в Европе. Австрийская кавалерия была перевооружена как-то по какому-то новому образцу. И вот их гусарские эти сабли массами, десятками тысяч были перепроданы через турок, через крымских татар. И как-то они разбрелись по всему Кавказу, эти сабли. Ну вот как сегодня все эти вот опели, которые ездят по улицам, да. Все эти BMW, которые мы здесь видим. Вот они как-то так вот распространились по всему Кавказу. Ничто не ново. И очень часто их стали подделывать. Забавно, что и в те времена самые ценимые клинки и пистолеты были из Золингена. В Золингене были определенные клеймы, бренды, да, значит, мастеров, которые очень часто содержали высказывания на латинском языке. Так вот, дагестанские и армянские умельцы из Тифлиса, которые подделывали все это, латынь, конечно, не знали. Поэтому они какие-то латинские буквы там рисовали или более-менее что-то такое похожее, да, типа Adidas через 2D. Ну это такие вот самопальные ружья 17-го, 17-го века, такая подделка под дорогие немецкие образцы. Вот то, что мы сегодня видим, там поддельные паленые джинсы, там поддельные виски, вот это ничто не новое под Луной. Это периферия, это периферия, вот она из центра мира системы перетягивала к себе и как-то обрабатывала эти образцы. Но с ружьями произошла удивительная действительно штука. Это были именно винтовки. Вот что лица самое поразительное. Только тогда на место начинают вставать многие истории, которые я читал где-то в исторических источниках. Скажем, 1837 год. Где-то в закубанской Черкесии русский военный отряд готовится к бою с черкесами. Русский командир выходит на переговоры с кем-то командиром и пытается запугать и говорит ему, я знаю, конечно, что твои джигиты стрелки в 10 раз лучше моих солдат. Но у меня-то в 100 раз больше солдат, чем у тебя джигитов. Как бы подумай, кто кого одолеет. Почему эти джигиты так хорошо стреляют? Иногда не задумывались. А почему они пользуются после этого шашкой? Сделав залп, горцы всегда бросаются в шашки. Все описывают. Стандартная такая картина боя. Русская колонна солдат входит куда-нибудь в леса Чечни. Рубка леса Льва Толстого. Залп. После чего с диким визгом горцы бросаются в шашки. Почему? Что такое шашка? Вот тут становится наконец ясно, что они стреляли не из гладкоствольных ружей, как все европейские армии. У них были действительно винторезные винтовки, которые гораздо более точны, чем ружья. Однако, представьте себе, забить со ствола пулю в этот винторезный ствол достаточно тяжело. Это заряжание занимало где-то от 7 до 9 минут. Поэтому после каждого залпа такого, берегли патроны. После каждого залпа, а патроны, вы знаете, что такое? По-черкесски называется готовые. Готовые дословно по-черкесски это газыри. Вот они начинают нашиваться. Это трубочки с колпачком из кости. Потом стали делать декоративные из какого-нибудь красивенького серебра. Там уже засыпан порох, пыш, пуля. Это остается открыть, высыпать. Но все равно это занимает 7-9 минут. Где-то запихать в ствол, прицелиться. И когда вы прицеливаетесь, вы берете шашку, поэтому у нее раздвоенная рукоятка. Втыкаете шашку, ставите ствол, целитесь. А это охотничий навык, кстати. Почему он так легко дается этим народам Кавказа? Потому что точно так же вы подкрадываетесь, не знаю, к медведю или кабану из-за деревьев. Вот вы ставите выстрел. Этот выстрел должен быть неубийственно точным. Потому что на перезарядку у вас уже не будет времени. После этого ружье, а тоже удивительные всякие изобретения, там из барсучей шкуры. Потому что барсучий мех водоотталкивающий. Делаются чехлы, в которые это ружье быстро запихивается. На спину и после этого шашка. Это гораздо более эффективное оружие, чем штык. Европейские армии тоже стояли перед этой проблемой. Выстрелили, перезарядиться не успели. Что дальше? Додумались. И это заняло более чем столетие. Додуматься до этого. Штык на кольце, который надевается на ствол. Чтобы можно было еще стрелять. И потом вы используете винтовку как копье. Шашка это облегченный вид сабли. Сабля гораздо более кривая, гораздо более тяжелая. Вот это гарды для руки. Почему? Потому что надо попробовать прорубиться через кольчугу. Шашки уже этого не требуются. Уже кольчуги отмирают, потому что пуля пробивает металлическую кольчугу. Поэтому возникают эти легкие, лишь слегка искривленные шашки без гарды для руки. Потому что это бы нарушало центр тяжести у шашки. Шашка означает просто-напросто на черкесском языке длинный нож. Вот эти длинные ножи из этой удивительно хорошо сделанной стали. Прекрасно отточены. О них очень заботились. Которые, как говорили, даже в руках ребенка смертельно опасное оружие. Потому что сама впивается в мясо. Тоже надо отдавать должное тому, что большинство народов Северного Кавказа, они, как все горцы, приспособились к условиям хронической недокормницы. У них прекрасный эффективный метаболизм. Стройные, но низкие. Не очень массивные люди. В сравнении, скажем, это описывают очень часто русские офицеры. Наши солдаты в рукопашные в ухо чеченцу, конечно, забьют. Но чеченец поразит, гад лезет с кинжалом или шашкой, поэтому очень опасен. То есть, это компенсация за физическую разницу между генетическими типами людей. Так вот, как изготовлялись ружья на Кавказе? Оказывается, тут подделки делались очень изобретательно. Брались три шашечных полотна на стержень из металла. Они в горячем виде разогревались. Вот так они накручивались и проковывались много раз. Разогревались, накручивались и проковывались. Еще, еще и еще. Так формировался ствол, в котором, естественно, задавались канавки внутри. Результат был тот, что, во-первых, это были очень эффективные винтовки. Это именно винтовки. Во-вторых, как показывают Аства Цитурян и многие источники, в Дагестане во время Имамата Шамиля производилось в год около 20 тысяч стволов. Это, извините, промышленный размах. В-третьих, специализация дошла до того, что, скажем, в одном ауле изготавливали стволы, в другом замки, в третьем приклады, собирали. Это просто фордовское производство. Какой должен быть результат в рыночной экономике? Вот такой технологии. Я пытался долго выяснить, сколько стоила кольчуга. Кольчуга стоила дико дорого. Это удивительная совершенно штука. Она начинается где-то, мы знаем, с древнеперсидскими всадниками-катофрахтами. Нашиваются там пластинки на длинную рубашку, такие как рыбья чешуя. Потом какие-то пластинчатые доспехи. И в конце концов, что такое кольчуга? Это проволока. Крученная проволока из стали. Она режется в колечки. Каждое колечко сваривается с четырех сторон с другими колечками. В зависимости от размера кольчуги, от 30 до 45 тысяч вот таких сваренных колечек. Это совершенно удивительная штука. Она вот в комок собирается. Такой свитер из стали. Вот так растягивается. Очень трудно ее прострелить даже из мощного лука. Как очень часто бывает в истории техники, скажем, с парусниками, самые красивые, самые быстрые клипперы появляются ровно в тот момент, когда проклятые некрасивые пароходы начинают их вытеснять. То же самое с кольчугами. Самые лучшие кольчуги появляются в тот момент, когда появляются пистолеты и ружья. Боразби Бхожноков в ответ на эту мою лекцию как-то рассказал мне удивительную к месту историю. Он сказал, слушай, теперь я понимаю, есть история про какого-то молодого дворянина, который в 1760-е годы возвращается рано утром довольный из набега. Угнал у кого-то там несколько лошадей. Он сидит, горцует на своем коне, держится как настоящий дворянин черкес. Прямо красиво, наверное. И навстречу ему идет толпа немытых крестьян в каких-то шубах с палками. Он говорит, кто вы такие, куда, что за рвань. Идем на народное восстание, присоединяться к Дамалею. Дамалей это по-черкесски означает двойные плечи. То есть у него был здоровенный такой какой-то мужик, лидер этого восстания. Идем требовать правды. Он говорит, в чем ваша правда? Моя правда, это благородная сталь моего клинка, моей кольчуги. А вы что со своими там палками? Один из этих крестьян говорит, это не палка, это ружье. Говорит, сейчас посмотрим. А могила этого дворянина, говорят, до 1960-х годов была на том же месте, возле дороги, когда ее закатали под асфальт, когда строили новую уже в советские времена дорогу в горы. Здесь мы подходим уже к политическому моменту. Кукуруза и распространение других сельхозяйственных культур из Америки дает нам рост населения. То есть вы можете прокормить больше населения. Но это население должно отвоевать теперь землю. Им не хватает земли. Значит, в горах они должны спуститься куда-то. Они начинают отвоевывать эту землю. Отсюда, конечно, активизация набегов, которую мы видим по источникам. Но отсюда также и демократические революции в этих обществах. Тут есть разные варианты. В Дагестане немножко по-другому, потому что там надо воду подвезти на поля, надо вырезать террасами из гор. К ним надо подвезти по удивительным акведукам, каналам, воду и потом договориться между собой об их распределении. И вот тут возникает, если хотите, кооператив по обработке земли. И село становится джамаатом под исламской эгидой. Это община, но это самоуправляющаяся республика, где люди договариваются по очень хорошо установленным правилам, как они будут распределять землю и воду, и как они будут распределять обязанности по обороне. Когда я читал эти описания, скажем, в замечательной работе Мамайхана Агаларова, я был потрясен. Это же итальянские города-государства, это же Древняя Греция, где ты просто обязан, если ты член этой общины, этого села, тебе не разрешено, тебе предписано купить за свой счет оружие, научиться им пользоваться и выступать вместе с ополчением всего села на его защиту. То есть село должно быть укрепленным. Ну вот вы представьте себе картинки, значит, знаменитые штурм Аула Гуни в Дагестане. Это города-государства фактически. Причем это демократические, полисные республики. Я не говорю, что это высокая культура, как в Афинах. Я хочу напомнить, что наряду с Афинами подавляющее большинство греческих полисов было вообще деревнями. В Македонии ни одного города же не было. Афин, в общем, деревня. Спарта. Какая философия в Спарте? Знаете хоть одного великого спартанского философа или скульптора? Давайте оставим Афины в стороне. И потом тоже еще подумаем, что спартанцы, может быть, люди, конечно, героические, но не самые лучшие, наверное, соседи. Не очень хорошо с такими. С забияками жить рядом. Это, наверное, относится ко многим северо-хавказским джигитам. А с другой стороны, значит, что происходит? Ну, вот выобразите себе, приезжает какой-нибудь, значит, князь, вот как этот князь из гори ездил к своим осетинским крестьянам. Ну, там, 18 век. Какой-нибудь черкесский князь приезжает в осетинское или чеченское село. Чеченцы тогда были зависимы от малокабардинских князей. И многие названия в Чечне, гудермес, там вся этимология происхождения явно черкесская, а не чеченская. Это вовсе не означает, что черкесы владели этими землями. Это просто означает, что группы всадников в очень дорогих кольчугах, которые стоили эквивалент сотен овец, добавьте к этому шлем, знаменитые кабардинские кони, сабли, вот вся эта красота, которая стоила, ну, неимоверных денег. Это Роллс-Ройс просто. Потому что бронированный Роллс-Ройс, это танк такой живой. И вот они въезжают в село, и начинают, значит, они приезжают, может быть, раз в год, потребуют там сды, дань, они ракетиры, в общем-то. Ездят по точкам и собирают дань, в основном, в защиту от самих себя. Они въезжают в село, и в этом селе вдруг им не платят дать. И какой-то вот мальчишка, может быть, берет там ружье из камня, делает аккуратную дырочку в дорогущей кольчуге этого князя. Оказалось, что кольчуга стоила в среднем где-то эквивалентом 300 или 400 коров, а ружье эквивалентом 5-6-7 коров. То есть, это дорого для крестьянина, но уже, в общем-то, по силам, в отличие от кольчуги, которая просто запредельная совершенно вещь. И вот что здесь у нас начинается? Значит, кукуруза распространяется на Кавказе, больше людей, и они начинаются двигаться вниз. В это же время появляется оружие, которое позволяет крестьянам успешно восстать против феодального сословия своего. И возникают, ну, в общем-то, вооруженные республики древнегреческого такого образца, древнеримского. Какова реакция князей? Он, конечно, там едет куда-нибудь в русский гарнизон, жалуется, говорит, я же ваш в доску союзник, дайте мне взвод солдат с пушкой, а это пугачевщина у меня в селе просто какая-то идет. И русский офицер, который, говорит, тоже русский дворянин. Вот, конечно, сочувствование, вот она к вам, классовое сочувствие. Чувствует классовое сочувствие, наверное, какое-то, и если может, это видно по источникам довольно хорошо, в какой тональности пишут об этих поселянах русские офицеры. Иногда восхищаются, но большую частью это крестьяне. С точки зрения русских офицеров, это крестьяне, восставшие крестьяне. Так начинается Кавказская война. Так начинается эта Кавказская война, которая длится почти 50 лет. Она приводит к массовому исходу чеченцев и черкесов с Кавказа, колоссальные демографические потери, не знаю, от половины до 80% населения, наверное. Уходят на Ближний Восток, многие по дороге из них гибнут. Но вот остатки этих людей сохраняют свою вот эту антиимперскую направленность, которая в 1917 году, в 1925-1917 году, она взрывается в очередной раз. И вот здесь я хочу закончить эту лекцию еще одним таким маленьким и очень ярким примером. Говорят, я не видел этого документа, что до недавней войны в Чечне, когда в Грозном существовал музей еще, там в стенде, на который мало кто, наверное, обращал внимания, установление советской власти, или там борьба народов Чечена и Ингушетии за установление советской власти, там висел удивительный совершенно документ. Это была фатва, религиозное предписание улемов, исламских авторитетов Чечни и Ингушетии, которые, бессмилляя рахман и рахим, постановили признать, что пятая рабочекрестьянская красная армия под командованием товарища Николая Гекала является армией джихада. Это был результат, я думаю, очень незаурядного богословского спора, который провели товарищ Арджиникидзе и товарищ Киров, когда их разгромили, вот знаете, железный поток, когда их загнали в горы, они провели этот диспут с, а куда было деваться, бежали в горы к чеченцам и Ингушам, провели диспут с местными стариками, и в конце сравнивая, что говорит Мухаммед, что говорит товарищ Карл Маркс, и в конце концов они признали, что да, мы боремся против империи, вы против империи, мы за справедливость, вы за справедливость, мы ведем джихад, армия газовата. И вот эти красно-зеленые партизаны ударили в тыл армии Деникина, когда ему оставалось около ста верст до Москвы. Очень вероятно, что советская власть сохранилась в 19-м году потому, что на ее сторону перешли чеченцы, ингуши и украинские крестьяне-анархисты под командованием Нестора Махно, которые ударили с двух сторон, у белогвардейцев был очень растянутый уже фронт к тому времени, от Волги до Днепра, когда они ударили с двух сторон в тыл, у Деникина просто не хватило сил для того, чтобы поддерживать коммуникации внутри территории, которую он контролировал, они покатились назад на юг. Вот так я хотел бы собрать вместе эти три линии кукуруза, винтовки, горы, которую давали прибежище этим людям и показать, как возникают политические результаты 18-го века и 20-го века сегодняшнего. Субтитры создавал DimaTorzok